Всё меньше остаётся людей, которые участвовали в Великой Отечественной войне и могут многое рассказать о том нелёгком времени. Один из них – Владимир Яковлевич Кистерный. 20 ноября ему исполнилось 94 года. В этот день ветерана поздравили депутат Государственной Думы Александр Толмачёв, представители Щёлковского отделения молодой гвардии «Единой России». Его супруги – Нина Ивановна, они подарили цветы. Мы пришли вас поздравить с вашим днём рождения. Спасибо вам за мирное небо. Хочется пожелать, чтобы, если плакать только от счастья, вы успокоились всё нормально. И пожелать вам здоровья, долгих лет жизни. Это вам подарок от нас. Храни вас Господь. Спасибо за вашу любовь. В Великую Отечественную войну в составе 98-го краснознамённого радиотехнического полка особого назначения Владимир Кистерны освобождал Варшаву от немецкой оккупации. Парню было 17 лет. На войне красноармеец получил серьёзное ранение руки. Воевал с украинскими националистами, которые сотрудничали с нацистской Германией и её сателлитами. Таких героев войны, как Владимир Кистерны, в городском округе осталось всего 60 человек. Сегодня мы даём старт акции, которую реализует Челковское отделение партии «Единая Россия» рядом с ветераном. Так называется проект. И в рамках него понятно, что и депутаты, и главы, и сотрудники администрации навещают ветеранов. Мы всё равно призываем всех наших однопартийцев объединиться и принять участие в акции рядом с ветераном, навещать, узнавать, о каких проблемах тревожат на сегодняшний день наших дорогих ветеранов, помогать в их решении. Михаил Налётов, Игорь Поляков. Щёлковское телевидение.